МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Крым. В студии для вас работает Дмитрий Незета. Здравствуйте. Нуре Примова, фигуранта севастопольской группы сфабрикованного отдела Хизбут-Тахрир, регулярно помещают в штрафной изолятор в российской колонии Республики Мари-Эл. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на его мать Раиме Примову. По ее словам, в позапрошлом месяце Нуре отсидел 10 суток. Сейчас он не выходит на связь. Срок ареста Нуре Примова заканчивается в феврале 2020 года. 18 ноября российский суд установил ему административный надзор на 8 лет после окончания срока. То есть Нуре будет обязан быть дома с 22 до 6 утра, не выезжать из Крыма или из города, в зависимости от решения суда и два раза в месяц отмечаться в суде. Нуре Примова оккупанта задержали в январе 2015 года после обыска в его доме. В 2016-м ростовский суд приговорил его к 5 годам исправительной колонии общего режима. Примова обвиняют в участии в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации Хизбут-Тахрир. На мусульманском кладбище в селе Петровка Красногвардейского района в оккупированном Крыму неизвестные разбили надгробья. Об этом нам рассказал активист Заир Смедля. Официальные комментарии крымских силовиков и представителей оккупационной власти отсутствуют. Напомню, 17 июля прошлого года подростки разрушили около 15 надгробий на территории мусульманского кладбища в поселке городского типа Багирово. В доме ветерана Крымско-Татарского национального движения ВИДЖИЕ Кашка прошел молебен, посвященный второй годовщине ее гибели, сообщает Крымская Солидарность. Почтить память собрались родные и близкие ВИДЖИЕ Кашка, активисты, а также недавно освобожденные из-под домашнего ареста Асан Чепух, Бекир Дегерминджи, Кезим Аметов и Руслан Трубач. Два года как прошло, как нету нашего самого-самого любимого человека. Приехали отдать дань. Все эти события как бы помнят. Ничего не сделаем мы, пока идет эта борьба. Стараемся. Ну, для людей хочется сказать одно, духом не надо падать. В этом доме в 68-м году была встреча Крымско-Татарской, всего Советского Союза. И она здесь встречала Юра Сманова и Демилева. Мы здесь встречались. Здесь именно. В этой комнате. ВИДЖИЕ Кашка, ветеран крымско-татарского движения. 4 мая 1944 года ВИДЖИЕ Кашка начала свою борьбу за возвращение крымских татар домой. Женщина умерла в ноябре 2017 года в карете скорой помощи. ВИДЖИЕ стало плохо после того, как российские силовики задержали четырех крымчан в оккупированном Симферополе. Асана Чепуха, Бекир Дегерминджи, Кезима Аметова и Руслана Трубача. По версии оккупационного ФСБ, мужчины вымогали деньги у гражданина Турции Юсуфа Айтана. Четырех крымчан недавно освободили из-под домашнего ареста. Стань их голосом. Акцию с таким названием организовало общественное объединение «Крымская солидарность» в поддержку крымских политзаключенных. В акции люди, которые лично знакомы с незаконно задержанными крымчанами, рассказывают о них. Начали акцию рассказом художницы Заремы Трасиновой об Эрнессе Аметове. Когда что-нибудь не попрошу, он обязательно приедет, поможет. Вот помню, с компьютером, что-то у меня проблемы бывали. Он тут же прибегал, исправлял линию провести, там что-то такое. Он все это быстренько даже... Это никогда никаких денег. Это, знаете, было по-настоящему, по-человечески. Вот такой вот ребенок был этот мальчик. Напомню, Эрнесса Аметова и еще пятерых крымчан оккупационные силовики задержали после обысков в их домах. Их обвинили в участии в запрещенной в России и оккупированном Крыму организации «Хизбут-Тахрир». Год назад в Керченском проливе оккупанты незаконно задержали украинских моряков. Три месяца назад их освободили. Уголовное дело в отношении моряков продолжается. Об этом новостям Крыма рассказал адвокат Николай Полозов. Мы находимся в стадии ознакомления с материалами уголовного дела. То есть моряки продолжают по-прежнему оставаться в качестве обвиняемых. С того момента, как им изменили меру пресечения, они смогли покинуть Россию. Никаких вызовов от следствия им не поступало. Соответственно, оснований пока для объявления их в какой-либо розыск не имеется. В следствии того, что были переданы корабли и необходимо было провести какие-то следственные действия, было возобновлено следствие. Но на текущий момент мы ожидаем от следователя приглашения для дальнейшего ознакомления с материалами этого дела. На прошлой неделе оккупанты вернули Украине захваченные корабли. В сентябре в Украину вместе с 11 полизаключенными вернулись сами моряки. Напомню, два украинских корабля – Бердянск, Никополибуксир и Яныкапу – российские оккупанты захватили в ноябре прошлого года в районе Керченского пролива. Тогда в плен попали 24 моряка. Российский суд обвинил их в незаконном пересечении границы. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить пленных украинцев и вернуть корабли. В Крымском доме в Киеве по субботам проводят занятия по изучению крымско-татарского языка. Одно занятие длится полтора часа. Как проходят уроки и кто учит крымско-татарский язык, расскажет Гирей Баталов. Продолжение на крымско-татарский язык – бербедют. Такаши из Японии. Он помимо того, что знает украинский язык, изучает и крымско-татарский. У меня есть друзья из Крыма, крымско-татары. Они говорят, что их язык – это их идентичности. Но если идентичности, то хочу узнать про них, но больше. И одного дня в Фейсбуке знаю информацию, что такие курсы будут проходить в Крымском доме. Поэтому вы решили, что очень элементарный ревень выучить. Бесплатные курсы для всех желающих изучить крымско-татарский с носителями языка уже существуют в Крымском доме один год. Преподаватель Зуре Умерова проработала курс изучения крымско-татарского языка. Основы ученики изучают в игровой форме. Я стараюсь все методы языковые использовать. Я, например, очень много говорению даю значение. Писать, читать. Мы все эти прорабатываем. Аудирование, правда, у нас мало получается, но тем не менее. Я очень большой акцент делаю на говорении. Я хочу, чтобы они говорили. Сейчас в Крымском доме крымско-татарский язык изучают две группы. Начальный уровень и средний, где ученики практикуют разговорную речь в театральных постановках. Например, в прошлую субботу у нас был рыбик. Мы здесь продавали, покупали. Сегодня у нас тема кудалок, сватовство. Мы распределились по ролям. Жених, невеста, родители, мама, папа, сваты. Им очень это нравится. И с их слов они говорят, что здесь они научатся говорить на крымско-татарском языке. Когда есть языковая среда, постоянная практика, и язык не теряется. Поэтому я очень рада, что мы здесь собираемся, что мы общаемся на самые разные темы. У нас здесь помимо языка актерское мастерство и куча еще попутных вариантов коммуникации. Поэтому это очень интересно и увлекательно. И мне бы хотелось, чтобы больше крымских татар принимали участие в такого рода мероприятиях. Гирей Бадалов, Андрей Хрусталев. Новости ЮАК Рым. На этом пока все. В студии для вас работал Дмитрий Ницета. Следующий выпуск новостей смотрите в 19.50. И подписывайтесь на ЮАК Рым Фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова